Всем привет, с вами Priya, и сегодня мы немножечко побеседуем о всяких различных главных изменениях в обновлении 8.3. Да, различные изменения, различные исправления происходят достаточно часто, но о текущих просто нельзя молчать. Поэтому увидел все самые основные, прочитал их, изучил и понял то, что было бы неплохо рассказать вам о них. Конкретно это изменение увидят абсолютно все игроки, которые зайдут в игру, начнут делать дейлики и в тот момент, когда количество сгустков будет подбираться к 25 тысячам. Напомню, раньше максимально можно было получить только 25 тысяч сгустков, теперь абсолютно никакого ограничения нет, можно собирать их сколько угодно. Это сделано по той причине, что сосудам вроде бы дали такую функцию, что их можно накапливать в сумке более 5, а вот сгустков в итоге можно всего 25 тысяч максимум было иметь. Ну и в итоге просто сделали так, что сгустки можно хранить в большом количестве на персонажа. Это замечательно, это круто и классно. Следующее изменение, которое заметят абсолютно все, у кого есть 12 плащ, это прок на мейнстат. Собственно, чем уникален 12 левел плаща? Эффектом своим. Если на персонажа, то ваши заклинания и способности могут повысить вашу характеристику. Основную характеристику, то есть сила, ловкость или интеллект. В тот момент, когда в среду мапнули этот плащик, получили его 12 левела, то там получается было значение 3400 или 3300, что-то примерно около такого. Но сегодня, зайдя в игру, после того, как скачался микропатч, это число стало равняться 3650. Это круто, это классно, это интересно. Будет ли на 13 левеле какое-то увеличение плащика по прибавке к мейнстате от прока? Вопрос хороший. Небольшое изменение касательно порчи Сумеречное Разрушение. Сумеречное Разрушение существует трех видов. Первый тир, второй тир, третий тир. Первое Сумеречное Разрушение бьет на 6% от вашего максимального здоровья, второе на 12%, третье на 18%. Это весьма классный карабд, очень жесткий в плане своего ДПСа. Он много порчи дает на персонажа, и его немножко изменили. Собственно, если дэмэдж проходит до 5 целей, то дамаг идет нормально и все хорошо. В тот момент, когда от 6 до 10 целей, то дамаг у Сумеречного Разрушения просто-напросто снижается на 50%. Ну и получается максимум, он теперь цепляет 10 целей. Возможно, скоро изменят немножко Бесконечные Звезды, и вообще будет все сиять касательно карабдов. И если поговорить о рейдовых боссах, там изменили немножко Нзота, изменили немножко Радена, но в принципе полностью поменяли Скитру. Привычный бой, это то, что несколько раз она уходит в свою фазу, и мы ищем правильную ее копию. То есть это происходило на 80%, это происходило на 60%, на 40%, и на 20% нам нужно было искать правильную копию Скитры. В итоге, начиная со следующего кулдауна, начиная с следующей среды, то есть с 4 марта, Скитра будет уходить всего 2 раза, на 66% и на 33%. Рандом-группы теперь будут ликовать от счастья. Примерно такие изменения, потому что я уверен, люди будут заходить на стримы и писать «Макс, там изменили чуть-чуть плащ, ему прибавили мейн статы, прока добавили, там поменяли валюту сгустки ведения, что можно ее теперь много-много-много собирать». Ну, это, конечно, хорошо, что вы предлагаете такую информацию, но я тоже могу ее предложить и узнать из достоверных источников. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!